здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео что я хотел показать видео вам коротенькое снять значит какая проблема вот видите у меня свиноматки поросят достаточно много я короче как бы расширяюсь но в то же время помещений не хватает проблема катастрофически некуда это все селить я поставил себе целью ну как-то расположить их при летнем весеннем содержание осеннем вполне можно с ней держать на выгуле допустим сделать отгородить там участок земли но при этом создается одна проблема немаловажная свинки будут гадить и хоть это все будет происходить под открытым небом в конечном итоге все равно вонь будет стоять несусветно и мои соседи меня просто выживут я понимая что меня ожидает обратился за помощью так скажем к водограю ну ребята с водограя который чистый хлев проконсультировался мне предложили такую продукцию ихняя же продукция бактерию который добавляет в пищу и этом она при долгом использовании в течение двух недель используешь если ее меняется микрофлора кишечника и навоз перестает вонять ну сразу я конечно если честно особо не доверял этому всему решил пока зима пока есть возможность проверю даст ли это какой-то эффект что вы думаете сразу конечно первая неделя проходит я это все скармливаю нормы подачи там ну там вообще понты получается на 100 килограмм живого веса где-то дается 4 грамма препарата препарат в принципе визуально ничем не отличается от уже знакомого нам водограя чистый хлев для глубокой подстилки но он не он это я так понимаю бактерия не та которая используется в глубоком хлеве соответственно если надумать она будет именно оговаривать что вам надо в корм добавка которую в корм сейчас я покажу как просто вносить в корм добавку вот она в таком находится в блестящем пакете он не промокаемый не полницаемый на 100 килограмм веса нужно нужно 4 грамма 4 грамма продукта скажем так ну как 4 грамма отмерять сами понимаете постоянно весы тягать с собой я не собираюсь соответственно я взял и померил сколько будет вес допустим ну я взял шприц 5 кубовый и на 5 кубовом шприце замерил сколько грамм грамм это 0,2 ну одно маленькое деление 0,2 куба 5 кубового шприца любого шприца 0,2 куба это грамм сухого вот этого нашего вещества ну соответственно чтоб нам дать на 100 килограмм вот мы делаем 4 1 2 3 4 4 деления все а теперь все это перемешаю просто рукой перемешаем этого вполне хватает для того чтобы продукт скажем так попал в пищевой тракт наших животных ну давай а ну и бмвд добавляю соответственно хорошо чтоб я мог измерить ну вы поняли вносится как препарат вносится очень просто препарат вот я у меня в сарае это все стоит чтоб я никуда не ходя быстренько бам-бам дал хавать ну в общем она меня нисколько не затрудняет повторюсь еще раз водогра чистый хлев фирма они их не так скажем продукция у них разнообразная есть в принципе я так понимаю любые можно просто его использовать ну конкретно этот используется в корм для свиней для ну как для того чтобы убрать запах все это работает все это работает достаточно хорошо быстро и честно говоря дешево значит еще какой момент навоз который навоз который вот на полу лежит он не начнет греться не начнет перерабатываться но если его собрать в бурт допустим в большой бурт там и создать условия он ну то есть влажность должна быть там тепло он теоретически как мне сказали производители он должен заиграть как бы перебродить но я не пробовал нет возможности пока зима все это выбрасывается на улицу навоз соответственно сказать будет ли так не могу но факт того что запах запах стал гораздо меньше ну скажем так он практически ушел это точно в принципе все по смешиванию и использованию недели через две где то использование заметил что у меня часть свиней находится на глубокой подстилки она обычно на бетонном полу так вот заметил запах скажем ну перестал быть таким едущим и уже там через месяц я ну как бы перед этим не надо очистить раз в день вечером обязательно иначе вонечество его невозможно теперь я это могу делать там раз в три дня иногда бывает так что времени нету катастрофически в кучу скинуло там в угол ну они гадят в основном в одно место я вот угреб там в сторону отгреб и было такое что только на выходные добирался до них при этом запах зловония это оно не появлялся он оставался ну достаточно грубо говоря запаха дерьма не было ну воняло там мочой ну моча стекает в этот самый в желоб там в яму и пока ее не откроешь этого запаха нет соответственно что я хочу сказать а мало того свиньи начали лучше есть реально как бы аппетит улучшился при этом до этого они могли там допустим ну вот я им даю там несколько раз в день они могут не все выесть вот у них есть такие задвиги здесь же при после того как начал препарат использовать повторюсь водограй чистый хлеб только для добавка в корм так вот когда начал использовать аппетит улучшился съедает все реально съедает все и при этом мне даже приходится контролировать раньше там оставаться могу сейчас ничего не остается еще и кормушки вы выгрызают значит при этом он да он его ферментация улучшает там усваивание пищи перевариваемость запах что я хочу самое главное чего я хотел добиться чтобы запах как бы ну не было запаха этого убийственного запаха свиньи иначе я же говорю мои соседи они бы по лету они просто меня бы кончили сейчас этой проблемы нет я так надеюсь что в это лето я смогу там ну уже более менее нормальное количество свиней запустить у себя для сравнения хочу сказать сейчас у меня допустим их там 25 белых штук 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 15 корейцев этих вьетнамцев ну это я считаю не очень много пока при допустим при вот таком содержании как я сейчас делаю при вот таком содержании при ленивом когда не надо выгребать навоз и кормежка происходит там сухим кормом не запаривать ничего не надо никаких проблем нет это достаточно просто соответственно устранив главную проблему запах я смогу их держать уже не на глубокой подстилке не строя сарае а тупо летом в обычном вот таком загоне я их сюда смогу загнать я не знаю десятка три подобный загон ну укреплю его конечно чтобы они его не проломили когда подрастут но сам факт главная главная проблема решена при использовании добавок в корм водограя запах запах навоза сводится практически к нулю ну да может там и остается какой то там ну я честно говоря по сравнению с тем что было до использования запаха практически никого нет поэтому смело я смогу разрешать свиньям гадить прямо под забором у соседей пусть они и они даже не будут догадываться об этом сарай в дальнейшем я естественно построю возможно хотя попробую может такой ленивый способ мне еще больше понравится часть свиней у меня будут у меня конечно живут в помещениях на зиму по любому помещения а вот в летнее время я вполне смогу использовать а кстати эксперимент проводился на свиноматках одна еще не опоросилась опоросится в скором времени одна супоросная была опоросила все это время я давал добавку на отрицательную никак не повлияло она отлично себя чувствует ну то есть вреда от него нету сто процентов никакого она она навоз ну как навоз испражняется нормально ни поноса не было ни разу никаких проблем никаких не не возникло я ну как не хочу сказать что это прям заслуга препарата но думаю отчасти он тоже на это дело воздействовал судя по тому как мне объяснили его действия вот все это работает и работает достаточно хорошо соответственно если возникает вопрос ну как в том что ну если возник вопрос избавиться от запаха вполне приемлемый вариант использовать препарат кстати его идет очень мало цена его примерно такая же как обычного соответственно по сказать бы что это бьет по карману я не скажу ну практически там добавочная стоимость корму там копейки вообще буквально ну вообще малость децу плюс добавить там 4 грамма в порцию на 100 килограмм свиньи это тоже размешать все это просто не составляет никаких технических проблем поэтому пробуйте подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комменты всего доброго